Два человека погибли в результате крушения частного легкомоторного самолёта в Подмосковье. Причина и обстоятельства авиакатастрофы сейчас выясняются. Выводы конкретно по этому лётному происшествию сделают, конечно, следствие. Но в России только в прошлом году произошло больше десяти подобных авиакатастроф. Но за последние четыре года разбилось 46 легкомоторных самолётов, погибших десятки. Наш корреспондент Елена Ерофеева попробовала как-то разобраться в проблемах нашей малой авиации. Это был учебно-тренировочный полёт. На борту опытный пилот Игорь Турик и курсант Виктор Бирюков. Они взлетели с аэродрома Дракена. Самолёт рухнул в полукилометре от взлётной полосы. Вероятная причина катастрофы — отказ техники. В апреле этого года в Липецкой области разбился точно такой же чешский самолёт «Злин». Малая авиация стала доступнее, но это всё чаще приводит к трагедиям. Когда люди хотят поделать фигуры среднего, высшего пилотажа. И иногда в таких случаях они не справляются с управлением. Это скорее от недоученности. В России очень мало легальных учебных центров, где готовят частных пилотов. Один из них в Тверской области. Максим Цицерев приехал сюда из Благовещенска. Где-то нет сертификата, где-то не продлили лицензию. В общем, для меня, для дальневосточника, единственный вариант, где я нашёл возможность учиться, это за 9 тысяч километров. Учебные центры стали закрывать, когда вместо знаний там начали продавать корочки. На одном частном аэродроме нам предложили вроде бы не криминальную схему. Начать обучение в Камышино, а продолжить за границей. На сегодняшний день принято обучаться за рубежом, верифицировать иностранные свидетельства в России. Стоит там, по-моему, 3 300 евро. Здесь же, в Камышино, предлагают купить небольшой самолёт Як-18Т 1974 года выпуска. У самолёта нет сертификата лётной годности, то есть его владелец летал незаконно. Подождите, это никто её не собирается делать, и никто её, разумный человек, делать не будет. И все претензии гражданской авиации, Росавиации, порядка сертификации, извиняюсь за выражение, нахренеть и забыл где-то это сделал. Проблема и с двигателем, поэтому скидка полмиллиона. Сегодня многие летают на таком авиахламе, либо на том, что собирают доморощенные авиаконструкторы. Малая авиация сегодня часто летает на красный свет. Когда вокруг сплошные табу и запреты, а в небо очень хочется, партизаны-подпольщики всё равно расправляют подрезанные крылья. И однажды, вне правила, оторвавшись от земли, точка невозврата уже пройдена. Два крыла и фюзеляж на двух колёсах. Не самолёт, а конструктор. Чтобы гусар взлетел, Анатолию Ешанину нужен молоток и полчаса свободного времени. Всё, готово. Его мастерская в гараже. За рабочим столом проводит расчёты на токарном станке 1958 года, вытачивает детали. Это наш маленький авиационный завод. В этой мастерской мы уже построили три самолёта. По первому образованию авиаконструктор, по второму военный лётчик Анатолий Фёдорович прячется в полях. Конструировать можно, летать нельзя. За самовольные полёты прокуратура уже штрафовала. У меня нет пилотского свидетельства, да? Но у меня есть диплом военного лётчика. Чтобы получить это пилотское свидетельство, я должен брать все эти курсы, я должен брать полёты и заплатить за это всё полмиллиона рублей. Поставить самолёт на учёт трудно. Получить сертификат лётной годности долго. Но в Росавиации все претензии отвергают. Упрощать что? Упрощать требования к техническому состоянию воздушного судна. Чаще всего эти авиационные события случаются именно по той причине, что самолёт оказывался неисправным. До 1981 года отечественная промышленность выпустила почти 60 тысяч лёгких самолётов. Они давно выработали свой ресурс. На смену им так ничего и не пришло. Елена Ерофеева, Наталья Новгородова, Елена Манухова, Олег Дубинин, Игорь Никулин. Вести.